Оооо, вот столько. Так, надо штаны одеть. Штани, блин. Штани. Штани одену, подождите. Мне придётся жопу голову показывать. Сейчас будет Death Stranding, пацаны. Будет разъёб, короче. Надю чайку ещё. Ой, а кофёк не допил. Ой, какой он горький. Почему я сахара не доложил? А что мне с мышкой? Вот он. Заключил. Из-за включенной игры. Так. Надо бы как-то стрим переименовать. Его на виду нельзя переименовать. Я, короче, что стрим перезапущу, переименую. Те, не, ладно, не буду вас пугать. Вы, ребята, свои, вы меня понимаете. Что если я уже, не знаю, если я обозвал стрим каким-то образом, не обязательно я буду этим заниматься, как по названию. Знаете, знаете, что у меня такая фишка есть. Блин, ты как законтрить это говно, блин. Через каких-нибудь, вообще через каких-нибудь тараканов или через гидролисков с обилками каким-нибудь. Гидролисков бы я больше построил, но они бы урон так и не держали. Эти бы сжигают у тебя призвами. Он, блядь, умный, блин. Смотрит, у него призма кончается, он сразу отходит в сторону. Так, что у нас тут, у нас машина почти поломанная. Надо куда-то что-то доставлять. А я, блин, походу не доеду. И тут еще местность эта дебильная, она... Тут есть какой-нибудь дорогопрокладчик? Дорогопрокладчик нужен. О, мотоцикл. Смолы. Она реально сейчас взорвется. Мост есть. Дороги тут вообще нет. Вот эта вот местность, она тупо... Бездорожье. Не знаю, блин, нафиг я сюда вообще застрял. Вообще лучше уже в горы пердохать и идти на миссии. Реально, тут... Единственное, самый лучший вариант. Потому что колбаситься туда, в ту сторону, это худший... Более плохой, короче, вариант, чем... Чем идти в горы. Лучше в горы идти. Горы, по-моему, не так коцают машину. Вот, на горе не-то камушек много. О, хорош, едем все спокойно. Я не знаю, обо что он там бьется, я ни одного камня не встречаю. А он, дабы, что-то умудряется там колбаситься. Так, я не буду съезжать. Да, конечно же буду. Блин, ребята, я не знаю, как тут ехать. Блять, я все-таки разъебу машину, кажется. Блять, куда ехать? Развернись, блин. Вон, может, туда ехать. Вон туда. Блин, куда я приехал? Как тут ехать? Куда? Куда я поехал, блин? Не, не смешно, блин. Ну, тут можно зигзагами все время вправо, вправо, вправо. Ну, поехали, хули, блин. Не, там зарядки нет. Или, или да, или нет, или да, или нет. Не знаю. Хочу, хочу попробовать. Я рисковый парень. Ой, тут и... Блять, стой, стой. Блять, нет, 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 нет. Блять, вы это видели? Нахрен я сюда поехал. Что это за звук? Сейчас тут бац, еще какие-нибудь твари окажутся. Так. Вот эта пещерка можно... О! Спецплавы, зарядка. Так тут нормально едем. Нормальное место наше. Хералии даже есть. Ладно, не будем вылазить, нам надо уже как-нибудь доехать. Главное, доехать. Ну, блин, ну нельзя было здесь уже зарядку поставить. Надо было вот туда хреначить. Ладно, все равно спасибо, конечно. Заряжен. Все, поехали. Блять, он это специально сюда поставил эту... Ну, ебскую, блять, зарядку, чтобы тут... Разъебать машину в хуя, блин, я понял. Ой, блин. Так, прямиком можно куда-то доехать, да? Давай, поехали. По-ъебскому снегу с камнями, блин. Что за жопа жопная, блин. Давай, фигарь, блин. Сейчас искал ее, ебнусь, стопудово. О, доехал, ничего себе. Ну, бывает же такое. Блин, бедная тачка. Как она раскоцана. Ладно, я тут дорогу немножко проложил, да? Вообще красава. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Сам! Ты крутой! Берем, наверное, такой старший, я так давно не спал. Ой, заказы доставили. А доставить что-ли, нечего что-ли? В смысле? У меня в машине ничего нету, что доставить можно? Так а чё я сюда пришёл? Наверное, за заказом. Ну давай заказ свой. Доставка жителям гор. Так, что мне взять? ПХК один есть, пусть ещё один будет. Грузовик надо сделать ещё один. А одной достаточно. Спасибо. Потому что это тоже раскоцанный в налину, глядь. Так, погрузить в первый транспорт. ПХК на костюм. Из грузовика 2 достаем всё барахло. Барахленцу и всё. Блин, чё я ввожу? Какую-то старую мебель, какое-то говно. О, блин. Материалы. Да, надо дорожку починить там. Материалов я больше не могу, походу, взять. Ничего не выкладывал. Надо материалы расходовать на дорогу. Да, вот такой поворот, конечно, тут. Нафига тебе вот такой поворот. Вот чё, нахрена делать такой вот обрыв, блин? Вот я не понимаю. Тут есть ещё какая-нибудь дорожная хрень? Прокладчик тут есть? А, вон, прокладчики есть. Попопопоп. Попопоп. Так. Ну-ка, поворачиваем. Так. Так. О, отлично. Вообще красава. Нормально. Мост построили нормально. Ну, как это скиднуть? Ну-ка, ну-ка. Вау. Вау. Смотрите, какой мастенция. Ооо. Мастенбрей. Классный, классный. Оо. Сейчас мы через эту долину дурацкую прогоним. Вот это реально полезный мост. Осталось на него заехать каким-то образом. Так. А как на него заехать? Не подскажете? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Не, ну блин, конечно Придумали Дорогу придумали, конечно Будь здоров Ой, еще грузовик стоит Отлично Да, и слетай в обрыв, отлично, спасибо А больше прокладчика тут нету? Блин, мне еще нужна дорога А, по-моему, по этой воде Можно как-то из этого пройти Походу тут пройти можно А не, нельзя Точно нельзя Я что-то как-то проезжал на машине вроде А в ту сторону А, по-моему, по-моему А, по-моему, по-моему Да, блядь Сейчас серьезно застрял Можно подтолкнуть А, по-моему, 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 по-моему А, по-моему, 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 по-ética А, по... Давай- 줘 Да, блядь, ну как ты заебал, блядь, ну серьезно, блядь. Ну заебаешь, вот реально, блядь, игра, ты это заебал, блядь. Нахер делать сюда мост, когда отсюда выехать нельзя, потом на машине, блядь. Да, ты разогнался, садись. Сейчас еще это утопить не хватало. Сейчас нахуй в речку упаду тут, блядь. Хорошо тут рядом машинка стоял, да? Ой, хорошо, что влезла, вообще все, повезло капитально. Хорошо. 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 А тут дорога прокладчик есть. Вот там что-то стоит. Это либо зарядка, либо это прокладчик, надо посмотреть. влезть. Блин, я что-то не достал из грузовика. Какую-то юбилейную пиццу не достал. Что за жесть? Так, далеко остановился. Хорошо. Правда? Хорошо. 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 Ага. а еще не салат да куда ты пошел блять серьезно блять нахуй зашел в самую реку блять еблан тупой блять били на пиццу нахуй ты блять капица хуиться блять у блять камни хуяк собрали урода блять и и и и и и и теперь надеюсь близко заехал металлы металлы керамика маловато керамики но кристалл зато нафигач керамики надо больше брать ну что поехали куда тут ехать так все там на самом деле она может там заедем мостики стоят хорошие хотел лайк поставить начну поставить так вот справа наверно можно поехать может быть может быть можно хотя вроде не похоже а вы знаете не нельзя тут проехать так не желе проехал вот на право что-то похоже нужно что зарядку тут поставить но я пока еще не сел и вообще в зоне ли я вот сейчас бы проверил пока есть заряд на то чтобы развернуться поэтому лучше зарядку попробую хотя бы поставить здесь да могу значит мы пока еще проедем и поставим чуть подальше зарядку вот дорога какая то есть намек на дорогу так что это я там потерял юбилей на шампанское там в этой не бежит так и как мне добираться куда мне вообще ехать не помню куда мне надо ой бля мне еще хуярить 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 тут через речку переезжать вообще ехать ехать и ехать запас топлива подхватим так все разворачиваемся тупо едем вниз там даже зарядка вроде есть да может быть доедем до зарядки все аккуратно поедем отлично нам как то сюда надо про ну может надо было с речки заехать но тут не с речки а можно было с речки заехать здесь повернуть тут еще и призраки и пересеченная местность можно просто в горы сейчас издануть вот здесь по этой расчерине короче едем плутать сейчас будем плутать и плутать поедем по каким-то дорогам вот тут есть какие-то дороги может быть они нам подскажут приблизительно куда идти главное ни на каких тварей не напороться о разбитый грузовичок чей то ой даже если тварь к этому лезет я не знаю у меня нет нечем драться наверно нечем нечем ли пушка пушка заварушка пушка липучка есть с граната надо взять с собой значит что в грузовик можно взять босс ган пистолет против твари первый уровень есть блин почему не второго ой что это за туман ребят это не годится ну ладно давай потеремся в смысле что это произошло ну вообще меня схватил надо было немножко стрелять хотя бы в него болели блять вещи свои собирай да а в в в в в в в в Уходь. Да, собираем. Грузовик, верни, пожалуйста. Ой, блин. Блядь. 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 Так, ну еще чуть-чуть осталось. Так, надеюсь, сейчас я все соберу. Серьезно повреждены все грузы. Ну кто знал, что он может так на меня наброситься и меня реально просто скушать. Я такого еще не проходил. Так, еще керамика какая-то решит. Ой, все повреждено, охренеть. Ну как так можно? И куда меня чухать? Ой, здесь вообще какая-то жесть. Что это за жесть? Лапа какая-то, бах. На С как-то. А, и дырка, смотрите, и дырка тут такая. Это, типа, он меня убил, походу. А, жесть, блин. Охренеть. Может мне вообще перезапуститься? Вот он меня реально убил, и тут такую лапу оставил. Охренеть. Не, ну оставим на память. Лапу, бля. Лапу. 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 Может как-нибудь доедем все-таки? Так, еще какая-то пресная вода, ну блин, возьми водичку, может залезли, так, да блин, солайз, постсовайз, стрельб, не, куда ты едешь, куда ты едешь? Сейчас я транспорт потеряю, блин, все, едем, не останавливаемся, куда-то вправо надо ехать, блин. Надо вправо сдавать, влево, то есть, как-то так влево сдать, чтобы доехать и не упасть со скалы. Ай, не ес, не ес. Во, как-то заехал, нифига себе, нормально. Блин, такой дальний узел, может у меня каких-то ништяков прикольный удаст. Так, надеюсь, мне метео удастся что-то доставить. Здарова, здарова, братини, катал, лекарство, да, подключайся. Новый титул, опытный курьер. Новый титул. Она говорит, что ей уже лучше. Ох, кому-то ей помогаю. Можете. Так, что-то взять-то можно. Отлично. Доступен новый заказ. Для Сэма, да, заказ есть. Получим. Клиент просит выполнить заказ как можно скорее. То есть, твоя оценка будет зависеть от скорости. Только не забывай, что когда находишься за пределами сети, ты не сможешь изготавливать предметы. Тщательно отбирай снаряжение из того, что предоставил клиент. Ничего себе. Так что не торопись и подготовь снаряжение. Да, я все возьму, короче, с собой. Все в транспорт засуну. Так, куда нам идти? Куда идти-то? Куда идти? Сюда? Блин, куда идти? Сюда, да. Паметры доставки обновлены. Установлен лимит. Вот сюда. Куда? В доктору, походу, надо, да? Куда? 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 завалили тела кроме того усиление хиральной сети ускорит его выздоровление надо до какого-то места доехать чтобы потом съехать блин я не туда еду он было сюда ехать сюда ехать надо тут бац и съезда не будет и капец они все есть до сюда доехали дальше дальше едем до сюда будем аккуратненько по пятачкам ехать теперь едем сюда а там чувак какой-то орет не до тебя сейчас знак не сдавайся так дальше как сюда куда-то туда 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 не проехал не не надо сюда туда хороооо ооо ооо как за чу они нам ? что там горлопанит блэн так дальше дальше чуть прямиком так так нормально выезжаем дальше начисто с горки до сюда так теперь теперь сюда к речке там же выравнимся так теперь и не потерялся какой-то заезд есть может тут можно будет как-то проехать улитка помедленней да тут мы помедленнее поедем так заряжаться надеюсь нам не придется так нам тут просто выехать на на сюда куда нам выехать круче приблизительно сюда так я не вижу значка где мы и где мой знак еблите только что поставил вы где он да стоит тут классный мост ничего не скажешь так теперь куда ехать и проехали можно выехать короче как то сюда надо выехать не знаю как там проехать лучше по мосту наверно как нибудь но на мост еще заесть на цель ехать начали все цепочка а новый грузовичок может себе взять давайте возьмем ёпта не съезжай тут так а и и и и и так отлично да блин ебал я твой рот блять ну проедь уже как нибудь блин ну как-нибудь проезжай блин что он не поворачивает ни хрена у него колеса не работают блять прыгал у райдер к новым доделанным отлично что есть дорогу построил блин как же это классно да здесь можно разогнаться как туда выехать съезд какой-нибудь а ну по дороге можно проехать а тут выехать так там я не знаю как проехать или или проедем попробуем блин тут невысоко да блять холь ты вперед сдал то блин ну холь ты застрял то блин ну ёбаная хуйня блять ну сука блять ёпта мать как я ненавижу эту игру блять ну это ж пиздец блять что-то ему пидору надо доставить лекарства какие-то там дед какой-то вот это вот это барахлишка да запас топлива давай беги как-то перепрыгивать надо будет вот вот как повезло ахренеть как повезло просто нереально на зажигая что с молоденькой жёнышкой да надо ставить если подключишь ко мне по хиральной сети с помощью этого оборудования ялт терминал позволит им передать мне их в данный момент мы умеем создавать только вакцины на основе но в будущем возможно избавимся от этого думаю мне не надо говорить о том что и так то с первую очередь грузу забери дурацкий что-то дашь мне подарок это интервью армейские хаки что маска люди на вау доктор опытный курьер вау так что за маска не могу какую-то маску одеть капюшон выдра а маски люди на я не знаю может ее надо скрафтить что нужно изготовить воздушный транспорт второй на нем наверное летать может так пистолет против твари второй нужен к инструментом все доставку роботом активируем вот это их немного все и пойдем по тиху надо бы зайти на самом деле за машиной плана я попробую поссать на самом деле тут есть прикол можно спасать так темы режим поссать должен режим поссать может когда у него почему поссать не могу чего поссать не могу я ссать не хочу он не хочет так а мне куда-то надо в конкретное место ж по ходу идти задание покажение задачу срочно доставка угу вон побежали побежали что-то правда пешочком пройтись по этим горам как-то не охотно самом деле пешочком тут чапать я лучше возьму какой-нибудь о есть автомобильчик отлично она будет изъято свой товар оружие разрешено дается лайков поставлю так заберем сейчас может попробуем столкнуть ее сейчас мы выбрать с разгона на хуй нем блять не ваншу и не сразу вона но я так баба бабу бабу бог бы ой 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 блять еще застрянь на ней серьезно серьезно блять застрянь нахуй застрять застрять сука я ножа назад жму сука блять ты нахуй не понимаешь игра блять кнопки нажимаю блять культ и делаешь абсолютно противоположные вещи опять там эти твои меня за жопу сапают блин тоже я уже знаю ты мы проходили да и тут никак не проехать наверное блин колбасится по горам блин блин я какую-то дурацкую машину даже та управляемый по моему было это как это неуправляемая жокерская машина да боец блин а и 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 Где твари, блин? Можно вас как-то увидеть, а? Увидеть, хочу увидеть твари, ну, выходи, поиграем. Тут эта дырка, конечно, она тут и осталась, да? Увидеть, хочу увидеть твари, ну, выходи, поиграем, поиграем, поиграем. Смогли у тебя твари, последнее сохранение. Что за бред, блин? Бред какой-то. Мой еб... Тут он стрелять не может, его кот съедает с первого маха, блин. Что за бред, блин? Твари, sieht кто. Может быть, тем, кто, поиграем? Поблядь, ага-гаа, погода таких не берут космонавт не принято отлично разворачиваем и 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 так если я просто тупо вправо пойду на c все поеду куда-нибудь с любыми способами вот тут мимо твари проехаться тупо по горочке как-нибудь проеду наверно блять вот вот Продолжение следует... 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 я уже грел я как раз уже пытался суп сегодня я забыл задостать ой я могу какие то нормальные ботинки о пришли пообщаться о том чтобы твое дитя добралось без проблем спасибо благодарен сеть которую он помогает построить ладно давай сэма ты практически привел нам личного доктора большое спасибо неплохо 28 скорость малыш на стоять так держаться для тебя есть заказ от горного жителя тебе придется отправиться туда где еще нет хера хороший шанс изменить это так что займись отлично доступен новый заказ чтобы узнать больше о 8 перчатки эти силовые перчатки тебе если лезешь по веревке на вершину скалы сможет и заметишь разницу поднимая тяжелую и это не все ты когда-нибудь падал с крутого склона но вот с этими штуками ты только отлично давай сделаем такие штуки это что ботинки бриджеса у меня уже есть типа такие да я могу ходить одеть одеть это что фотография на спине это одеть надеть 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 русский язык что лучше эти лихеральные ботинки у меня уже где-то какие-то херальные ботинки вообще надо куда то выбросить вот сильный груз какой-то могу доставить чисто так кому-то удружил из личного хранилища ботинки переработать чисто так так где моя тачка за тачкой надо спуститься так положить эту тачку куда она делась и вообще на этом замело уничтожила а вот когда мне пропадали все грузы это наверно оно и было что мне тачку уничтожилась ну реально блин у меня походу уничтожилась тачка вот сколько тварей стало одуреть так куда мне сейчас чухать сюда пешком почухаю на c где c вон туда побежали чисто пешочка может быть найду что-то по дороге побежал блядь сука фотоаппарат блядь что там взять еще можно фигню какую-то ой фигачить даже хотя подожди куда мне фигачить блин тут до хрена фигачить надо найти машину а по хк у меня есть дружище у меня а вес небольшой наверно по хк нету конечно же чисто где с горочки там я и пойду а если что тупо что-то скину блин но вес у меня не так уж и много на самом деле силовой контур золотистый хм прикольно может он лучше моего может он даже заряжен так ну-ка посмотрим его что за силовый контур третий уровень ай пхк у меня все таки есть он лучше моего у меня какой силовой контур у меня вообще 2 уровня а то еще золотист давай одевать его ай пхк надо костюм прикрепить не 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 прикрепить костюму а панель инструментов а до а а дуа а а а а а все сейчас поедем с горочки походу я слишком сдал ну и все равно лучше спуститься чем потом так стой мне по горе лучше идти по горе потому что там как-то с горы ближе так это тоже разряжено по хк то у меня есть ну ёптвою ну был же да ёптвою мать я же пхк в руках держал или он убитый а он походу убитый какой-то так подожди что с пхк уж поврежденный не понял где он пхк он Угу. Угу. Блин, классно с горочки топать тут. А поссать тут можно? Хочу поссать. Я хочу поссать, ну! Ко мне поссать Ладно, я хочу одену Капюшон панды А, я тут все равно с горкой спускаться надо Тут террористы, наверное, еще будут Где-то бы зарядку найти Нужна зарядка Какие-то смолы Так, отлично Есть какой-то грузовик Чтоб пхк восстановился Зарядка там есть О, в воздухе стоит, как я люблю О, пхк лежит Прям меня услышали боги Как мне на него залезть? Надо взять тем, кто толкнулся Но я хочу этот А почему у него залезть нельзя? Ага Так, надеюсь, тут не слишком глубокая речка Роботехник Что за роботехник? Так, подожди Ага еще где-то твари блин тут еще проехать нельзя ну елки-палки а где тут можно проехать ну вот здесь вроде может поехать да может а 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 сканирую удостоверение удостоверение спасибо я сегодня поколотил аппарат даже не думал что получился в таком состоянии отлично слушай ты не мог бы отыскать вот аппарат моего он долго раз отец верил что теперь я должна давить и недавно я была уверена что именно мне требует но я подумала пожалуйста я оформлю пойми этот фотоаппарат если хочешь приступить прямо сейчас на на стороне так подключаться надо террористов найти ну террористов стрёмно полка для грузов ой надавал мне всякого говна давание boss gun может быть по хк пакет с кровью пару бронепластин ты все потащу на спине пластины я одену вы снимете и выгрузите силовой контур не не надо силовой контур ну что у тебя гараж есть личное хранилище давайте это вообще все переработаю нафиг переработка может нельзя доставка все ладно хотя потеряй время boss gun есть есть до хрена всех свяжем тут так вот здесь да оп так где ц где ц вот вот все 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 Продолжение следует... 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 я искренне надеюсь что наша работа принесет пользу надеюсь мы с тобой скоро увидеть были удивительные снимки когда ты подключил убежище фотографа к сети все данные оттуда включая материалы исследования ее отца автоматически попали к нам в общем моей лаборатории до сих пор нет скоростного подключения но мне удалось сравнить один снимок с тем что есть базе исходя из своих вычислений и документальных свидетельств наших архивах я бы оценил возраст рисунков в этой области в 30 тысяч лет если не старше художниками скорее всего были неандертальцы или другие пралюди мигрировавшие через континент видишь существ похожих на дельфинов в то время это пещера должно быть была еще дальше чем сейчас как эти художники могли встретить дельфинов ответ никак я полагаю что они повстречали не дельфинов а береговых тварей и это значит что выход смерти был не первым феноменом так что это уже было раньше с рождения нашей планеты вымерло бесчисленное количество видов от бактерий до динозавров ученые называют самые крупные периоды выбирания большой пятеркой но конечно было много других подобных событий хотя и не такого масштаба что если художник пытался задокументировать такое событие свое собственное выбирание это было бы первое свидетельство о выходе смерти в истории земли и это подтвердило бы мой теорий чем скорее ты подключишь меня к сети тем быстрее узнаем только представь какие тайны мы сумеем раскрыть я буду ждать сэм сэм отличная новость параметры bb28 почти достигли оптимальных значений совсем недавно его глаза открылись его взгляд блуждал по сторонам будто искал кого-то а затем наши глаза встретились на секунду кажется я серьезно мне даже почти захотелось оставить малыша себе в общем мне еще нужно провести диагностику и внести необходимые поправки так еще с вами сможет подключить к сети еще одну точку а потом как только я достоверно узнаю что чтобы как функционирует нормально я передам его что мне еще одну точку это последний этап обещаю еще раз обещаешь это все что нам нужно удачи отлично доступен новый заказ чтобы узнать больше заглядите в терминал сэм получил письмо от нашего приятеля с гор у него тут такой контур вездеходный купить но первого уровня какой то золото третьего уровня а это на населом у меня вездеходный вездеходный купим пхк пару штук а возьмем материалы что ничего не густо лучше ничего я где-то все про хабу блин а общая хранить что там есть из граната спецплавы свой контур утерянный грудь давайте возьмем так доставку робота разворачиваю авто и возьмем просто какие-то грузы стандартные заказы все в транспорте так что-то слишком много у меня за спиной давайте что-то выложим пронепластины не надо это не надо одного пхк достаточно скоростной контур не надо пхк не надо один блузган есть один пистолет против твари есть пакет скрытый блузган есть и пока есть все это положить транспорт все так полегче что погоди что погоди что Антикоронавирусный супчик с имбирем Так, вон там какая-то хрень Что там за хрень Что здесь найти Фрагменты фрески Пошли посмотрим, что там за фрагменты Фрески тебе нужны О, я подлечу на этой штуке, интересно Уииииииии Не, не особо Уииииии Он что, по реке плывет? Опа Как я ловко Уииииии Опа Опа Так У меня вроде Ой Показалось, что у меня Наплечник куда-то делся Так Что тут еще Опа 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 Сын писателя Что за Сын писателя Все Все-таки так смотрится классно В красном этот автомобиль Грузовичок Так А что это там такое Виднеется Там по-моему Какая-то постройка О, ничего себе Прикольно Прикольно Я бы так и не заметил Сканирую 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 Удостоверение 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 Проверено Обнаружено Оно будет изъято Воздух Ну надо же В такой глуши нельзя рачить А что, Хар? Я случайно его нашел Премного благодарна Отлично Доступен новый заказ Чтобы узнать больше Загляните Есть какой-нибудь заказ на меня Все, транспорт Загаз назначен Загаз назначен Валим, валим, валим отсюда Валим, валим, валим отсюда Вот мне интересно, кто писал свой сценарий для этого Этой игры Загазает Поцелу Валим 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 Продолжение следует... 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 Так, запрошенную грузку-то надо ему даже достать. Окей, что-то дашь мне прикольное. О, куча, куча груза. Нормально удружил ребята. Тупо покатаемся, поуполняем. О, тут грузовики всякие можно новые. Может в этот не влезет? Эх. Многое не влезло. Заказ назначен. Параметры да. Не, раз там многое не влезло. Блин, я хотел материал. Лучше бы я материалы взял. Что придется даже выложить, блин. На хрен столько заказов беру. Здоровая пища. Авторазмещение груза. Материалы. Что-то надо выложить. Какие-то материалы. Под материалы куча всего. Спецплавы на хренам не надо выгрузить. Так, тут что-то на время надо доставить. Секунды буквально. Срочно. Куда это срочно? Сюда? И как мне туда попасть, блин? Вообще бан. О, к этому надо что-то. Или это тупо заказ. А, к этому надо. Давай аж вот доставим. Что ближе к этому? Ну вот к этому много чего надо. На А будет. Как мне на эту гору забраться. Ой, блин. Аж вообще на горе где-то. Как мне на эту гору забраться. Как мне на эту гору забраться? Что здесь делаешь? Что здесь делаешь? Тут так просто наверно не забраться. Давай попробуем. Я же не пробовал. Продолжение следует... 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 что скинуть пакетов с кровью дохрена ну а что там шоуараган говорит эту хрень можно переработать так это где-то по горам надо еще сюда еще не ходил поэтому мы наверно туда сходим пешком это куда-то туда чухать сначала просто обойдем и потом уже полезем в гору гору же как правило стоит обходить правильно по горам лучше пешком я подозреваю дождите блин елки так оказывается тут не стоит и так это самое блин так так наверно здесь стоит зарядиться дальше непонятно как мы пойдем если батарейка пасать нельзя тут ну можно пасать так я су я уже су что ли так используйте чтобы подготовиться затем нажмите почему а то кому дает мне давай здесь нет это холодно да так сейчас отказывается что его бокс сносит на это самая высокая точка сейчас несет нахрен в натуре шершняга мы ух вот это метель так хлебник энергетика так шершняга блин сколько там еще идти блин тут до хрена еще идти нет это мото м с вот тут там Блин, ещё какая-то скала, блин. Насколько можно? Вот это пиздец, блин. Куда я зашёл, блин? Сколько можно, блин? Блин, я всё иду, иду в гору, блин. Тогда что гора уже закончится, блин. Ну и как тут слазить, блин? Ты что, ещё что-то потерял, блин? Да ёпту, найдись уже как-нибудь. Я вообще туда иду? Да, туда, ещё вперёд идти. Так, я подмерзаю, блин. Вот шершняга, блин. Вот шершняга. Да где эта хрень-то, блин? Непонятно где, блин. Где буква Б вообще? Если вы мне не дадите какой-то транспорт назад, я, блин, не знаю, что буду делать. Еще горы, скалы, блин. Ох, блин. Это жесть какая-то. Просто нереально. На хрен тут, блин, куда он, блин, забрался? Ох. Войнать эту груз, блин, дебилый. Камни в гору, блин. За 6 час. Мой сосед мне все про тебя. Отпечаток, который ты мне принес, он относится к той эпохе, когда человечества еще не было. Я устанавливаю его возраст и выясню причину выхода смерти. Нифига себе. Ты знаешь, что в древние времена эта гора была пирамидой? Это правда. Это место ближе всего находится к берегу. К источнику. Источнику невероятной силы. А за счет чего, по-твоему, работает эта ваша хиральная эс? Но я не об этом. Покажи образец. Он в... Ладно, подключи меня. Блин, он чуть не заледенел весь этот Сэм. Фух, Сэм, ну ты... Герой, конечно. Герой, конечно. Теперь у меня есть все для датировки образца. Когда я получу результаты, то поделюсь ими с тобой и твоими коллегами. Ты сделал хорошее дело, Сэм. Если найдешь еще что-нибудь, сразу же приноси мне. Я буду ждать. Возьми это. Наверное... Что это? Магензавид? До встречи, друг мой. Сэм, сработало. ББ-28 в отличном состоянии. Ни с каких-нибудь домов привязанных к ней не тоски по дому. Возможно, его память действительно стерли. Тебе осталось только подключить его. Ну и испытать в деле. Я надеялся побыстрее вернуть его тебе, но... Я не хочу. Ну, то есть, я хочу, но тут все не так просто. Что? У нас проблема. Возможно, ты слышал об огромной супер ячейке, которая идет на горный узел. Я покинул комплекс, чтобы провести полевые испытания ББ. И теперь не могу вернуться назад. Знаешь, хижину на склоне горы и к северо-востоку от горного. Встретимся там. Отлично. Удастся только новый заказ. Так, чувак, ты гонишь. Так, тут спасать можно? Не, нельзя. У меня какой-то культурный сэм. Лайки ставлю, лайки ставлю, лайки ставлю. Не знаю, зачем мне лайки ставлю, но... О! Так, чувак. Да. блин я хочу тоже значок какой нибудь заставить не волнуйся вот отсюда бы поссать ну что ты плядь стёшь на не туда куда я тебя направляю шишняга бля да да бля 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 давай пиздуй бля не насрать что там с тобой я там что горю бля вот там машина стоит или что я жесть такая здоровенная хиралия мне попадется тихо жирный, блян щас меня опять заберёт в прошлое да это надо спасать ББ мост между мирами Ой, так я вообще, наверное, сейчас попаду на другую карту Удаю, там жесть какая-то будет, наверное Ну, это, наверное, так Ну, не похоже А, это было Вот, это на презентации было Блин, куда я попал Я за Дедмана буду играть Кальмаровые войски Войска А, какой музон Какой антураж вообще Клево Субтитры сделал DimaTorzok Опа, его кто-то потащил Одним глазом в этот мир Одним глазом в тот мир смотрит Малой Что вообще конец игры уже Сейчас, наверное, будет Михельсона просто одолеть И все Окончатель Блин, класс Охрененный ролик, кстати, был Когда его только показывали На презентации Игорь Игорь Из кармашки Он, наоборот, наверное, должен использовать этого ребенка Чтобы видеть живых Клиффорд Это его Клиффорд зовут Да, видимо Я, наверное, в этом мире уже буду жить Или это просто эпизод будет О, жесть Такую карту запигачили Чисто ради миссии Сэм О, слава богу, ты на связи Ты где? Без понятия Вижу танки и солдаты Формы более чем столетней давности Кажется, времен Второй мировой Видел человека, который вел солд... Нет Кажется, это про него ты говорил Что, твоя Клот Идо, который охотился за ББ? Наверное, он наше спасение, да? Без понятия У меня это только второй раз Без ББ его будет тяжело найти Тебе повезло Твой ББ здесь в отличном состоянии И что... Где мы встретим? Ты не видишь рядом с собой ничего необычного? Я в канализации В дырку я вижу башню Квадратную башню прямо надо мной Понял Я найду его и поищу вход Ты пока сидит... С радостью Не на шаг Но если я не успею, может придет Что? Этому сраному вояке Был нужен вовсе не я А ББ Два... Ясно Если он кого и ищет О нет Держи себя в руках Я иду И не подключай ББ Иначе он тебя в два счета найдет Ох ты Хотя ты и сам не стал Потому что я был дознер Отключайся Уже... Не дай ему забрать Как? Если он придет со своими солдатами Мне что делать? Если придется выбирать между ББ и Исом Нет Я прерываю связь Сэр Тяжелая у меня жизнь Ни жены Ни детей Ни друзей Я стал искать утешение В обществе Мертвецов Со временем я сделал их частью себя Они это 70 Но встреча с тобой Открыла мне глаза Может здесь поссать? Самое место поссать Боллс гон Так Квадратная башня А тут и так Отмечено Куда бежать Субтитры сделал DimaTorzok Открыла мне глаза Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 отступаем отступаем так пробушку перелить надо нужно подкрепление вперед пойдите и Перегруппироваться! Снимите противника! Так, он туда убежал наверх. Все, вижу. Нужно подплепление. Давайте, давайте, бери, бери. Криптобиотик назад, так. Работаем! Так, дробовичок. Возвращаемся. 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 бронепластина у меня кстати их нету а как туда забраться может можно перепрыгнуть а хрен и на а и и и и и и Продолжение следует... 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 baby блин опять бабе конец они есть весь кровяки ой ups лу лу как там дела улу не реагирует ты посмотри-ка я нравлюсь этому ребенку вы были без сознания так что вас отправили сюда ты был прав то что ты сделал вернул у нас обратно в наш мир я положил твои вещи в личный шкафчик ты целый день проспал прямо как убитый я уже в столичном узле с берегом фреджайл все стало проще я должен извиниться луи это имя которое ты хотел дать своему ребенку если бы тот вышел я мог бы и раньше догадаться не понимаю о чем ты говоришь я нашел записи десятилетней давности внезапная смерть посреди города женщина в самом рассвете сил все выяснилось слишком поздно выплеск у ее мужа который состоял в бриджес был дом он хотел добраться до нее но не успел в общем все все обвинять и бриджес он корил себя за катастрофу и ушел его погибшую жену звали люси она была беременна бедняжка они хотели назвать своего сына не было такого было я знаю от президента стран она все время про тебя говорила зачем же он все бросил и ушел от нас может и заткнешься спокойно сэм присяги я уже говорил тебе что мое тело на 70 процентов состоит из частей трупов ты хочешь узнать настоящую причину то что ты слышал это выдумки а правда я чудовище франкенштейна я искусственный меня вырастили из стволовых клеток но не во всех моих органах было искра жизни поэтому их пришлось заменить органами покойных у меня нет дня рождения я бездушный кусок мяса без к мертвец у нормально рожденных людей есть берега у тебя есть и у бп а я таких связей лишён не матери не загробной жизни не берега теперь ты понимаешь почему я этим так одержим зачем я в бриджес поле боя было конечно ужасным берегом но я воспринял его спокойно потому что знал что ты меня найдешь я такого раньше не чувствовал в связи с человеком с любым в самом деле зря ты все бросил и ушел на этот счет президент была права а меня там ничто не держало мне там не были особенно рады да брось даже мне нашлось место это ты держал его солдатский жетон армия сша те не принес что узнают ты в него вцепился мертвой хваткой клиффорд унгер как видишь я пробил имя по базе данных есть какой он служил в военном спецназе воевал в косово ираке афганистане это он ну пока это все что я раскопал ты наверное весь перепачкался в хиралии сходи-ка ты в душа на этот раз уже без меня насчет дай хардмана можно не волноваться я позаботился чтобы наши разговоры больше не записывались так у сейчас помоюсь даже какая то консентрена будет Сэм, слышишь меня? Как ты мог догадаться, пока вы двое были на поле боя? Время у нас остановилось. Если я правильно понял, измерение, куда вы попали, своего рода берег. Я поясню. Наши тела, наши ха, находятся все в одном мире. Но у души, наши ха, у каждой свой берег. Он формируется у нас в голове на основе наших убеждений. Религии, философии и так далее. Поэтому берег может быть каким угодно. И берега складываются в мультивселенную. Но если много людей умирает одновременно, их берега могут спутаться, создав поле нитей. Этот феномен обостряется в периоды войн. Из-за общего чувства негодования и отчаяния. В таких условиях берега спутываются чаще. С такого берега исчезает выход и начинается бесконечный цикл. Представь себе граммофон. Игла соскальзывает, и фрагмент проигрывается снова и снова. Они сражаются в бою, у которого нет начала и конца. Всё идёт по кругу. Ты побывал в Восточной Европе времён Второй мировой. Что странно, учитывая, что тот человек, Клиффорд Унгер, в этом конфликте не участвовал. Не могу это объяснить. Но если ты подключишь меня к хиральной сети, кто знает, что мы сможем выяснить? Так, гранат наделаем, наверное, лучше. Ты на связи? Если да, то у меня просьба. Когда будешь готов, поднимись и загляни в терминал доставки. Туалет сходить. Появились новые фигурки. На два кошака, один кошак. Вот там внизу ещё какая-то мразь. Плавающие люди. Блин, до хрена всякого хрени. До всякой хрени. Уже места нет. Скоро конец, уже видать. А там что-то, наверное, появилось. Тоже человечки. Клиффорд Дэдман. Энергетик выпить. Ещё выпить. Ещё выпить. Ещё выпить. Ещё выпить. Надеть. Без шапки будет? Нет, шапка. Продолжение следует... Так, я что-то могу доработать вроде. Стойку со снаряжением. Что-то можно доработать. А, цветовую схему могу изменить. Продолжение следует... Контейнер с боеприпасами увеличит максимальный запас всех видов оружия. О, класс. Куда можно тюхничек? Не, никуда нельзя. Нам кофиг. Все, где-то сюда. Вообще, красиво. Тебе, наверное, в горном, да? Что вам нужно? Охренеть. Джон? Это ты? Капитан? Что вы здесь делаете? Здесь моя жена. Что бы не было, как в том году. Простите. Я не знал, что буш это выглядел. Сканирую. Сканирую. Простите. Простите идентификацию. Готово. Все оружие. Западная часть этого региона занята огромным смолиным поясом. За ним находится крайний узел. Последний бастиол цивилизации в этих краях. Последний год. Как только ты подключишь его с помощью Кюпита, Херак, Возрождение, и помни, именно там, в Плю, нам нужно вернуть. Прежде чем ты перейдешь в смолиной пояс, нужно... Хартман поможет тебе. Сэм, я хочу, чтобы ты принес мне, во-первых, жетоны, что ты взял. Ложи их в карман, чтобы, во-вторых, друг маму... На ее... на ее теле никаких признаков некроза. И лично мне бы очень хотелось узнать, если мы это выясним, то это, возможно, пригодится нам в борьбе с ним. Скажем так, у меня мало времени. Ты готовься. Официальный заказ. Где... ... ... ... ... А, блин, нахрен иди, блин. Пешком лучше дочапать. Готово, Сэм. Позаботься о ней. И не бойся, некроза не будет. Она особенная. Будет забавно, если эти наши Ха окажутся ключом к спасению. Заказ назначен. А Сэндхилл тоже Кодзима делал, да? Ничего себе. Сканирую. Счастливого пути. Так, я не понял, где мой экзоскелет? Будь какой-нибудь. Еще-то я, блин, ногами-голыми хожу, да. Я не понял, наверное. Не забавно. Я не помню где экзоскелет, бездеходный контур, всё, всё, побежал, вообще на каком бы транспорте лучше хоть какое-то расстояние пройти, нежели просто так, гараж, какой-нибудь грузовичок, о, красненький, мой любимый цвет. Так, садимся, и едем. Ехать сюда? Да ладно, не сюда, а не сюда. И как мы туда поедем? По вертикальному, по вертикальному поедем, короче. Поехали. 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 О, там рогатка есть, может я, блин, я по ХК не брал никакого, я, блин, ни хрена не брал, кроме долбаной машинки. Стоп, 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 стоп. Ай, все, в пизду, блин, с этой машины ебаной, блин. Те нахуй, блин. Пошел пешком, блин. Тут идти, наверное, понты. А я жетоны взял, собственно говоря. Те нахуй. Те нахуй. Те нахуй. Те, Те нахуй. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дай тупой ребенок, ты че, блин, что рыдаешь? Дай, у тебя получится. Не бойтесь, все хорошо. Спокойся, Лу, уже не БВ, а Лу именно. Субтитры сделал DimaTorzok Дай, у тебя есть. Дай, у тебя есть. Так, че это тут за место? Дай, у тебя есть. Дай, у тебя есть. Дай, у тебя есть. Дай. 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 сердечко да реанимация оставшись что за жесть он что на том свете тусит его сейчас реанимируют какой-то аппарат и Хартман Пизод 8 Хартман Ну, ты, можно сказать, застал меня врасплох Рад тебя видеть, Сэм Прости, я не хотел тебя пугать, но я такой, какой есть А, да, положи ее туда Опять безуспешно У тебя что, сердце останавливается? Каждую 21 минуту я провожу 3 минуты на берегу и возвращаюсь 60 смертей и воскрешений в день 60 шансов отыскать на берегу мою пропавшую семью Так я и живу Вот моя жизнь Тебе, конечно, довелось побывать у шва огромное число раз Но мой счет все же повыше 218 тысяч 549 Блин, какие тут прикольные актеры Я вижу себя в этом кратере Свою жену и дочь Как будто смотрю на свое сердце Это называется кардиоформия миокарда У меня крайне необычный случай Могу показать Ты видел когда-нибудь сердце в форме сердца? Нет, ты посмотри Это наследственное Я так и не смог смириться с их гибелью В последующие дни я стал одержим одной идеей Что берег существует И они на нем Я вызывал у себя остановку сердца На целых 3 минуты И искал их Снова и снова и снова Чтобы просто попрощаться Наоборот Считается, что у каждого свой берег А вдруг и загробная жизнь разная у всех Эта мысль меня ужасает Вечное одиночество Вот почему я решил отыскать своих родных Чтобы последовать за ними В смысле умереть? Лайк Если смерть нас воссоединит То да Но столь высокая нагрузка Сказалась на моем сердце Мышца сильно деформировалась И со временем Люди стали меня называть Исследователем берега Хартманом Я очень рад этому разговору Тело, которое не мертвеет Без признаков разложения Как будто она все еще жива Идеальная мумия Безупречный труп Ты чего? Ты ведь кое-что еще должен был доставить А, нашел Узри Подожди Дэдмен Судя по всему Это пуповина С виду человеческая Вроде Но Это был не просто канал Между плодом и плацентой Больше похоже на нить Тварей Это от мамы? Да Тело, которое не мертвеет И пуповина, соединенная с берегом Это удивительные находки, Сэм Мое больное сердце Просто ликует Пять минут до остановки сердца Извини, Сэм Но скорее всего нам придется прерваться Мне нужно вернуться на берег И продолжать поиски моей жены и ребенка Один человек Один берег Таково правило Но я исключение Мой берег соединен с другими Как будто ему вставили коронарные шунты Может все дело в моем необычном сердце Я точно знаю одно Я их найду С каждым визитом вопросов становится все больше Но однажды я найду ответы Да, найду Три минуты до остановки сердца Поля битв Эти бесконечные ловушки Отголоски мировых войн Почему солдаты скитаются по берегу Спустя столетия после смерти? Обычно души почивших там не задерживаются Берег всего лишь коридор По которому они проходят в потусторонний мир Но Сожаление Обида Сильное желание остаться Если эти чувства достаточно сильны Они могут породить Совершенно другой берег Общее Чистилище для армии проклятых Клиффорд Унгер Его горе и злоба И твой ББ, ставший чем-то вроде катализатора Внесли в наш мир эти поля битв Две минуты до остановки сердца Пойдите в безопасное место Это лишь теория Думаешь, это Хиггсом управляет? И остальными? Примите неподвижное положение Не знаю Но все указывает на то, что они здесь из-за Хиггса Осталась одна минута Держитесь за что-нибудь А, чуть не забыл У меня к тебе просьба Активация охранных систем Ты пока просто передохни тут Время останавливается на берегу Но не ушла Тебе покажется, что прошло всего-навсего три минуты Мы скоро продолжим Пять, четыре, три, два, один Голову на подушку не положил как следует В комнате с умершим человеком Три минуты Я еще голову на 360 поворачиваю Просто сидеть, да? Сириес ли? Ребенок, наверное, его, да? На фотке Хорошо непохоронный марш На этот раз играет Какие-то камушки Что за камушки Ну и атмосферка Пу-пу-пу Все-таки мне интересно, кто сценарист Умм Сценаристы Хидео Кадзима И Хитори Нодима Хитори Нодима Японские сценаристы Писатели авторной новелизации По серии игр Натал Герсоль Натал Герсоль Ты сценарист Дестридит Он и сценарист Кадзима С каким-то этим чуваком Йодзи Синкава Художник Ведущий персонаж Что значит ведущий персонаж И к пятому он имел отношение Что за Left Alive Какая-то жестяка Эй, где звук пропал? Ребят Ничего Визит номер 218 550 А, прости О чем мы говорили? Я привык к циклам по 21 минуте Но для первой встречи Тет-а-тет Этого маловато Чтобы успеть все Обсудить Тяжело, наверное, так жить Да И нет Когда привыкаешь, как я Это не так уж и ужасно Дефекация Умывание Питание Большинство основных жизненных функций Легко укладывается В 21 минуту Вот со сном сложнее И с контактами, наверное Вербальным, физическим Но человеку в моем положении Это особо не грозит Ты Любишь читать Слушать музыку Кино Я вот без дела не сижу У меня есть подборка песен Телесериалов Очень интересных Короткометражек И рассказов Как раз хватает на сессии По 21 минуте Все это было создано До выхода смерти, разумеется Но если честно Моя 21 минута здесь Просто передышка И все Отдых перед тем, как снова выйти на поиски Пусть мое тело здесь Но моя душа на берегу Я уже умер Я знаю это чувство У меня семья погибла Надо же Не ожидал, что ты со мной будешь Настолько откровен Так, блин Нельзя на самом деле Вот игру так долго играть Я читал про то Про решение С моими близкими Тоже произошел Несчастный случай Ой, блин Сколько можно Я лежал в реанимации После операции На сердце В городе Когда я стал лояльно Настроен к игре Жена с дочкой Поехали домой Взять Кое-какие мои вещи Я очнулся на берегу Там были люди Погибшие в тех двух выплесках Кириллизы Прошлого славянского города Но уже на этой стадии Могут возникнуть Немалых масштабов Холивары Потому как Хоть стороны конфликта Тут и вымышленные Гармония, рутение Что случилось? Но по окружению И географии Можно догадаться Что прототипами Являются Восточная и западная Частью Украины И Россия, конечно же Только, только Пожалуйста, пожалуйста Ребят, ребят Я вас очень прошу Не начинайте Сраться под видео На эту тему Серьезно, эта игра Не стоит того Поверь Крутая Она выразить нечем Никогда понимаешь Я увидел в этой процессе Свою жену и дочь Эй Это я Куда же вы? Стойте! Не уходите без меня От всего этого Появляются вопросы Нет! Не уходите! Пожалуйста! Не уходите! Потом включилось Аварийное питание И дефибриллятор Вернул меня к жизни Спустя 21 минуту После остановки сердца Тогда я видел свою семью В последний раз Это мое сердце Стало причиной нашей разлуки Но благодаря ему же Мы с ними увидимся вновь Оно определяет меня Я Хартман С тех пор Я брожу по берегам других Я следую по стопам Моей жены и дочери А когда устаю Возвращаюсь сюда И берусь за работу Но вот что странно Мое сердце останавливается А боль Продолжается У тебя есть Семейные фотографии, Сэм? Жаль Пять минут Остановки сердца Пока ты не отправился Обратно на берег Объясни, что я здесь делаю А, конечно В этой области Есть пункт выживальщиков Наши ученые Изучают там материал Относящийся к периоду До выхода смерти Какого рода материал? У Земли Долгая память Ее пласты Это летопись событий С самого начала времен И эта летопись Пережила даже Выход смерти Эти ученые Мои коллеги По предыдущей экспедиции Нужно, чтобы ты Подключил их К хиральной сети Амелия Предложила разместить Научные пункты Вдоль Этого пояса Это единственное Известное нам место Где есть Сохранившиеся Ископаемые Возднемелового периода Так Куда опять звука Считаешь Последние из них Жили здесь И только здесь Понимаешь Эта земля Скрывает Воспоминания Массового Умирания Что-то из этого Может стать Подсказкой Для нас Считается Что последние Из них Жили здесь И только здесь Ох Ёлки-палки Эта земля Скрывает В себе Воспоминания Амаса На машине Дорожно-патрульной службы Расследуют Пропажу людей Ну это Придирки И раз уже зашла тема Собственно Кто у нас тут Действующие лица Разберемся Всего их трое Это пилот Боевого робота Машину которого Уничтожили А сам он еле спасся Стырева В этом вымирании Что-то из этого Может стать Подсказкой Для нас Именно с таким Расчетом Амелия И разместила Здесь Нашу Вспомогательную Группу Прошлое Информирует Настоящее И помогает Построить Будущее Вот что Она Внушила Нам Прежде чем Отправиться На запад Три минуты До остановки Сердца Ау Да уймись ты Я выключу Звук Позднее Одно Необычное Происшествие Произошло В смоленом Поясе У краевого Узла Невероятные Объемы Смолы Вырвались На поверхность Поглотив Огромную Территорию Многих Моих Коллег И хиральный Пункт Этот Инцидент Не поддается Объяснению Думаешь В этом Виноват Хиггс Не знаю Но этот Пункт Был нам Нужен К сожалению Без него Нельзя Протянуть Хиральную Сеть На запад Поэтому Я прошу Чтобы ты Помог нам Построить Новый Он Будет Скромным С нашим Обеспечением На многое Рассчитывать Не приходится Не как Узловые Города Это Это уж точно Но Узел Есть Узел Сэм Пожалуйста Возьми Кьюпит Подключи Ученых К сети И отправляйся К Амелии А после Мы перейдем К нашей Главной Задаче Изучению Выхода Хардман Собрал Аши Лайки Сэм Ты слышал Возьмешь Заказ В терминале Наша Главная Цель В этом Регионе Построить Пункт Взамен Того Которую Уничтожила Смола Первый Шаг Подключить Убежище Наших Ученых К хиральной Сети Мы Ничего Не знаем Ни о Состоянии Амелии Ни о Планах Хит Нас Это Беспокоит Не меньше Чем Тип Мы Ничего Не узнаем Пока Не доберемся До Тебе Стоит Начать С Геолога И Палеонтолога У Палеонтолога Есть Что-то Для Эвобиолога Так что Советую Оставить Ее Напоследок Так Ты Сможешь На один Заход И Сделать Доставку И Подключить Точку Возвращайся Когда Все Трое Будут И Мы Сможем Начать Работу Над Заменой Утраченного Группы Геологов Они Не смогут Продолжить Работу Пока Там Все Не Будет Очищено И Пока Сами Не Выздоровеют Ты Должен Принести Им Реагенты Для Очистки От Хиралия Подача Разряда Отойдите Слой Который Изучала Наша Группа Относится К концу Мелового Периода В это Время Произошло Массовое Вымирание Видов Динозавры Исчезли И Землю Наследовали Мелкие Млекопитающие Это Самое Недавнее Событие Большой Пятерки И Самое Крупное Вымирание Видов В истории Планеты Угадаешь Что это? Би Если Все Подтвердится То Это В самом Деле Поразительное Открытие Поэтому Сэм Очень Важно Чтобы Ты Отнес Туда Эти Реагенты Как Как Можно Скорее И Еще Кое Что На Этот Раз Ты Доставляешь Бомбу С Антивеществом Она Нужна Палеонтологу Который Работ Окаменялости Которую Он Хочет Изучить Похоронены Под Слоем Смолы И Открыть Их Можно Только С помощью Надеюсь Ты Понимаешь Что Смощной Взрывчаткой Нужно Обращаться С Особой Остороны Доставь Контейнер В целости Термоковник Незаменимый Предмет Экипировки Для Холодной Погоды Особенно При Перемещении Термоковник Серьезно Что Мы с ним Делать 80 КГ Бомба С антивеществом Требут Люк Заказ Насплачен Сэм Хардман Рассказал тебе Про озеро Как-то Атака Навсегда Изменила Его жизнь Он Не только Потерял Тогда Семью Но и Сам Чуть Не погиб У него Была Остановка Сердца На 21 Минута В обычных Обстоятельствах Он был Умер Его спасла Терапевтическая Гипотермия Но 21 Минута На том Свете Изменила Его Навсегда Возможно Из-за шока Его Дум Способности Усилились Теперь он При каждой Возможности Выходит На берег Искать Родных Извини Извини Сэм Ты прибыл Ко мне Издалека А я Даже Не попрощался С тобой Как следует Будь Осторожен Как я Уже Говорил Здесь Многое Напоминает О смерти И уничтожении Неудивительно Что тварь Заходит Сюда Намного Чаще Помнишь Модели В моей Лаборатории Они Были Созданы По рассказам Свидетелей Наверное Они Показались Тебе Странными Ведь Ты же Так Часто Встречался С Настоящими Боже Как уныло Охренеть Давайте шуточки Кимешь Включим Послушаем Вся бы Тво Висюмчик Висюмчик Че это? Че это? Я думаю стою, а у тебя че это? Вот че я ему скажу, че это? Ну потом думаю, ладно, ну че он уже не такой-то маленький, я против, мне 31, я не будь старый отец, он себе молодой. Яйца. Яйца! Яйца. Че, прям яйца? Не хватало, чтоб... Че, яйца, яйца. Блин. Ну яйца, прям пьется, прям как куриный. Я говорю, да ну нет, никакие вот эти, которые в столу, ну нет, не куриные, их нельзя, роботик такой. Ну и эти чайчики на себе, конечно, которые любите. Поэтому в Швейцарии летали. Спасибо ей большое. Привет тебе. Ну реально, я говорю, я говорю, поспокойся, я говорю, просто где-то. Ну так, ну все как-то взяли, прям у всех, я говорю, прям ты мальчик, где вы? Я говорю, не, не, я говорю, только вы мальчик. Ого, здесь тварь, а у меня же ничего даже нет с собой. Нет. Странно, если есть, сынули. Вот это, ой, как странно. И клянись мне прямо сейчас же, что если такое случится, то убежишь в ту же самую секунду, понятно? Обжигались уже, спасибо. Ну что, ребята, у меня на это все, спасибо большое. Это стандарт на телеканале ТНТ, мы начинаем! В новом сезоне Сразу трое бывших Ольги. Ура! Писюк. Былый бывший. Дерзкий бывший. Э, товарищ Писюк! О-о-о, знакомая воплик. Заботливый бывший. Жуля в последнее время сама не своя. В общем, мне на отдых нужно открыть. Ольга, я очень скучал. Первая любовь. А ну-ка, давай-ка, плясать выходи. Кому Ольга... Дед Мороз, я пойду. ...даст второй шанс. Жули! Ир! Что с тобой происходит? Да все у меня окупительно. Окупительно все. Ольга. Новый сезон. Понедельник восемь вечера. Две премьерные серии. На ТНТ. И первый наш комик на сегодня. Первый. Наш комик... ...на сегодня. Ребята, громкие успехи! Тимур Бакёнов! Привет всем! Приветики! Привет! Спасибо! Так, я забывчивый человек. Похопайте, есть забывчивые люди в зале? А остальные что, забыли как хлопать? Что случилось? Я... Я не знаю как вы народ. Я во все аккаунты вхожу через забыл пароль. Ну, я устал уже. Ну, я... Знаете, когда начинается подборка всех имен, кого помнишь? За главную букву поставил, за пятую цифру, потом по ссылке перешел. Я говорю, введите новый пароль. Ты вводишь, тебе говорят, это ваш старый пароль. Да твою мать! Как попасть туда? А пароли они нужны вообще. Ну, всех же взламывают, да? Ну, недавно Ивана Маска взломали и моего двоюродного брата. Это какая-то сильная тварь, походу. Сообщение пришло. Салам, Тима, кинь денег. А у нас с ним вся переписка такая. Ну, я кинул тысячу рублей. Так случилось, и мне брат говорит, дебил, меня взломали. Ты не мне кинул, а мошенникам. Я говорю, я знаю, пацаны хотя бы работают, блядь. Не, ну эти аккаунты тяжело подать. Знаете, нужно ответить на секретные вопросы. Знаете, этот секретный вопрос имя вашего питомца. Я же всегда в тайне держал. Ко мне на улице подходит мужик, такой, о, классная собака, а как зовут? А ну, это что, сука? Взломать меня решил? Кверти, один, два, три, ко мне. Вау. Вообще цифры тяжело запоминать, когда их много, и мы для этого какой-то ритм придумаем. По две, по три запоминаем. Блин, вас не знают люди, которые в очень странном ритме вам номер телефона называют. Вот эти восемь, девятьсот двадцать шесть, один, сорок, двадцать, пятнадцать такой. Иди в жопу! Мне дефисы где в голове ставить, блядь. Иди в жопу! Люди, честно говоря, обожают цифры. У людей есть любимые цифры. Какие-нибудь плохого телка есть любимые цифры. Радик, говорите, выкрикивайте, не стесняйтесь. Кто я сказал? Проходи мне ручку. Тринадцать? Моя любимая цифра? Это не цифра, это число. Тебя единичка и тройка по отдельности не устраивают, да, вообще? Какая любимая буква? Молоток. Мне... 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 Мне брат сказал, что у него цифра восемь, я говорю, почему? Он говорит, ну типа бесконечность. Я говорю, братан, это не бесконечность, а там дальше девять, десять. Очень долго до бесконечности, если честно. АПЛОДИСМЕНТЫ Меня еще очень напрягают люди, которые заставляют тебя... Ну, напрягают твою память, знаете, вот эти, которые заставляют рассказать за них историю. Вот этот чувак. Короче, недавно в кафе хибил, знаешь, там желтая вывеска, как называется, не помнишь, вот это? Там еще с нами Олег, у него рыжий друг, помнишь, как его зовут? Ты такой, сука, подготовься! Я... Я сильно не люблю, когда мою память проверяют. Бывало с тобой, читаешь книгу, и пол слова на обратную сторону страницы перенесли, и ты запомнить его не можешь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я даже не пытаюсь разобраться, что там написано. Знаете, когда слово неправильно прочитал, такой, пусть дальше так и будет. АПЛОДИСМЕНТЫ Наступил вечер, на улице сморкалась, зашибись. АПЛОДИСМЕНТЫ Какая-то баба сморкалась. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я бы вообще хотел какой-то эффект от книг ощущать, как от качалки. Знаете, чтоб ты полгода не виделся с человеком. Мы с ним встретились, заговорили, а он такой, ебать, ты читаешь, что ли? Ты такой, отнюдь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Клипе снимается. Чистое удовольствие идёт, да. Такое... АПЛОДИСМЕНТЫ За спиной здание взорвал идёт. За спиной здание, на спине сумка Яндекс еды идёт, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Это когда горячий парень доставил холодный бургер, вот эта история. Ну, потому что торопиться не круто. Вообще не круто. Видели, как Кавказ запаснул в огонь метро? Видели, как теперь на пёсень какой-то. Чисто в огонь проводить пришёлся. Ага, блядь, блядь. У меня машина есть, я так посмотреть спустился. Вообще, скорость при движении Кавказца зависит от того, какая девушка идёт. Чем сексуальнее девушка, тем медленнее идёт Кавказец. Когда она в парке видит девушка, вот этот короткий шок, очень короткий, где видно, немного всё. И рядом с ней просто, сука, желе шёл в макосиновый, а то он растекал, а то он не сдвигался с места. Если не сталкутан, и в беда шли, так и можно побыстрее как-то двигаться вообще. Кавказцы даже любят медленно разговаривать, братик. Мне кажется, за каждым Кавказцем диджей ходит. Видели, когда эффект замедления быстро переходит, ускорение, когда Кавказ такой лайк. Это диджей там накрутил. Кавказцы даже любят животных, которые кайф... Видели, орла. Он же не летает. Он зависает. Он такой, чё там, пацаны? Он даже крыльями не машет лишний раз, потому что нахер надо, и так лечу. Саламу алейкум, да, всем. Мой горы. Честно говоря, я бы не хотел, чтобы Кавказцы ходили в вальяжно. Я бы хотел, чтобы когда Кавказцы шли толпой, чтобы они передвигались, как Чарли Чаплер. Прекиньте, круто идут такие. Вот такие, о, дагестанцы идут, классные парни. Мне нельзя умереть. Мы не следуем. Ты спасаешь. Не только мы. Я вас добрый получил. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну что, встречайте, наш следующий прекрасный комик, ребята. Андрей Атлас. О да. Добрый вечер, ребята, привет всем. Я вам расскажу про свою жену, потому что я ее очень люблю. Она уже 4 года не работает. Ну, не в смысле, что я уволили. Нет, наоборот, она сама уволилась. Ее все упрашивали остаться. Валялись в наках. Не, не прям все. Если честно, только я, но не подействовала. Она уже с формулировкой Андрей, я там не развиваюсь. Сейчас она 4 года сидит дома и развивается. Вы знаете. Ну, у нее вот эти мотивационные курсы, тренинги, знаете, по развитию бесконечным. Давайте сразу только оговоримся. Я не против мотивационных курсов и тренингов. Я знаю, что да, лупы отрицательные помогают. Наверняка у каждого есть хоть один знакомый, у которого ничего не получалось на работе, да? Он пошел на мотивационные курсы, да? Он после этого все повторил в горы, да? Нет, нет, нет таких людей. Их не существует, понимаете? Ни одного. Я не против курсов, которые обучат мою жену каким-то навыкам, понимаете? Пристрастят ее глубокому, может быть, чему-то горловому. Но, ну, у нее все курсы это какая-то абстрактная хрень, понимаете? Типа курсы расширения сознания. Че это такое? Как мне проверить, научилась она чему-нибудь или нет? Я понимаю, кулинарные курсы, после них ты готовишь борщ. Я пришел домой, там борщ. А курсы расширения сознания, что это? Я прихожу домой, говорю, а где борщ? Она говорит, а борщ только в своем сознании. Андрей, смотри шире. Давай закажем доставку и попробуем нормально. А она вот этими штампованными фразами продолжает говорить. Знаете, а что если мы, та самая семья, где жена развивалась, развивалась, и теперь тащит семью полностью? Я говорю, а что если мы, та самая семья, где жена развивалась, развивалась, и развелась, как тебе? И тащит не всю семью, а только чемодан к маме. Ну, и она в Ростове живет, а я в Москве. Во время этих курсов я созвонился, устроил истерику. Она говорит, подожди, я понимаю, ты недоволен. Давай ночью выйди в скайп. Можно продолжать. Мы с подружкой приготовили для тебя сюрприз. Ночью я выхожу в скайп, они сидят с подружкой, она говорит, смотри. Мы кое-что хотим показать. Достают вот так ватман, разворачивают и говорят, это герб нашей семьи. Мы нарисовали его на курсах по геральдике. Здесь у нас... А почему ты плачешь, Андрей? Что? Ну, а я от счастья плачу. Наконец-то у меня будет герб. Надо мной же все смеялись в крестовых походах, да? Сейчас придет придурок без герба. Наденет ведро на голову, пойдет братья Иерусалим. Мне все говорят, так ты, ну, просто не давай ей денег на эти курсы. Я не против курсов. Я... Как... Объяснить вам, чего я боюсь. Я боюсь, что она разовьется настолько, что ей в голову стрельнет вот эта мысль организовать женский бизнес. Понимаете, о чем я говорю? Женский бизнес. Когда женщина пережила какой-то опыт и считает, что она теперь этим может зарабатывать деньги. Ну, типа, я же вышла замуж, я же могу быть свадебным организатором. Или я же родила, я же могу продавать женскую, детскую одежду. Или я же просто на голову в шкаф, я же могу мыло варить теперь. Понимаете? Вот это. Ну, женщина, она не так, как мужчина, подходит к бизнесу. Мужик, он что-то там анализирует, точки безыбыточности ищет, ищет инвесторов, бизнес-план. Женщина просто собирает по инструкции из Ютуба букеты с колбасы, понимаете? У нее получилось, она в какой-то момент такая... Так я же могу этим денежку зарабатывать. Денежку. Это четкая формулировка. Женщина таким бизнесом зарабатывает денежку. Не бабки. На бабки можно квартиру, купить машину, денежку она возьмет и понесет другой бабе с бизнесом. За ноготочки отдаст, понимаете? Да, третий за штучку с бисером. И денежка пошла по кругу, вот так пошла. У одной бабы забери денежку, и вся эта схема рухнет нахрен, понимаете? Ну, мужики страдают, понимаете? Не впутывайте в свой бизнес мужиков, если это ваш бизнес. У меня есть друг, он работает в банке на крупной должности, а жена у него свадебный организатор. И вот как-то один раз ночью, перед очень важным совещанием, в три часа ночи, друг не спал, потому что из фанеры выпиливал буквы Яна плюс Константин. И осознание того, что ты не обязан этим заниматься, приходит неожиданно, понимаете? Он такой в какой-то момент просто... Ну, и идет спать. А свадебный организатор в шоке, потому что ей завтра надо объяснять, почему над молодыми надпись Яна и Ход. Как будто Яна сейчас свое свадебное агентство откроет. Что, вывеска уже есть? Вот видите, как вы напряглись, женщина. Потому что как сидит, ну, да кто просил? Я вообще-то сама все организовал. Женщина всегда, я сама. Я вообще-то сам... Ля, ну ижай сама тогда в два часа ночи, забирай на вокзале у проводника свою коробку с бисером сраную. Сама тогда чешись от этого мыла у блюдского своего. Я об этом говорю. Когда девочка мне говорит, это сексизм так рассуждать, так сексизм и отрицать то, что мужики вам помогают, понимаете? Любой женский бизнес начинается с того, что Валера, купи вон там кроссовки. Валера, отвези их вот туда. Валера, оплати вот этот счет. Да, у одной бабы потом получится Вайлд, Борис. У всех остальных просто затраханный Валера. Так, понимаете? Ну, который будет лежать дома, и то мы завтра надо туда съездить, потом туда пустить. Вечером, если останется время, тогда мы вверху сюда. Просто я как-то выступал, и одна девочка с первого ряда, с коктейлем в руке, крикла. А между прочим, за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Ты тоже так считаешь, да? Ну так стой, родная, заткнись и стой, ничего не делай, понимаешь? Просто, ну, я справлюсь, честное слово, говорю вам, мужики справятся. Вряд ли же, ну, это должно выглядеть как, я не знаю, где-нибудь там на вручении Нобелевской премии выходит Нобелевский ряда, получает премию, а следом жена выходит. Я расскажу, как было на самом деле. Он очень много работал, он уставал, я его всегда поддерживал. Он приходил домой, я его встречал, он смотрел на меня, говорил, пойду я еще, наверное, поработаю. Спасибо большое, друзья, очень классная публика. Андрей Атлас, ребята, аплодисменты. Прикольно, Андрей, рассказывал, что его жена занимается очень многими разными вещами, постоянно ходит какие-то курсы, я ушла с работы, мне кажется, это просто, чтобы больше времени на готовку оставалось, нет? Ладненько. Хорошо. Я это не... Только что придумал, и то более-менее. Начинается. Денис Смирнов, ребята, следующий комик, Денис Смирнов. Блин, не хватило веревки, сука. Это было несколько. Денис Смирнов. Я себя буду успокаивать, серьезно? Я начал жить с девушкой, я прям, ну, выдохнув. Все распланировано, все очень хорошо. Я иду в магазин, я знаю, что мне нужно. О, крюкок. Девушки, с вами при этом нельзя ходить по магазинам, особенно по большим. У вас что-то ломается, так что. Ну, что моя постоянная в тележке подходит, это пахнет. Акция. Акция. Это наша акция, Бельгазпрома, что ли? Мы что-то... Ну, я очень рад, что мы вместе с ней прошли карантин, уже самоизоляцию. Ну, все паниковали, но я вообще не понял, что паниковали? Нам же ничего не объяснили, что это за коронавирус. Все, что нам объяснили за три месяца, это очень опасно. Чаще всего умирают старые, реже молодые. Но ведь так всегда и было. Самое важное, что произошло, то, что прямо перед карантином мы успели с девушкой пожениться. Это было важно. Да. Вот поаплодируйте парочке, которые давно встречаются, но че-то все не женятся. Всегда, всегда есть эта девушка, которая отличный вопрос. Я причем даже не осуждаю парня. Все правильно. Ну, вы нас сами пугаете. Вы постоянно что-то узнаете о нашем прошлом. Вот ваш любимый вопрос. А сколько у тебя до меня было девушек? Просто я спросил уже у подруги, я говорю, а какое количество вас устроит? Она говорит, хоть десять, если они все сдохли. Но мне кажется, если вам парень говорит о бывших, не беспокойся, они сдохли. Лучше продолжать задавать вопросы, да, в этой ситуации. Но все, конечно, с ума сходили, когда я сообщил, что женюсь. Папа в первый же день позвонил. Говорит, а она берет твою фамилию? Эльбинет. Он говорит, как? А кто же будет продолжать нашу рот? Я говорю, какого? Смирновых? Остальные три миллиона Смирновых. Все, вообще нахуй. Зачем мне это делать? У меня девушка по паспорту ебанова. Будет выглядеть, как будто я вербую конкурентов. Ну, друзья вообще, друзья паникуют. Особенно, знаете, у всех же есть друг такой, который альфач, но теоретик. И у меня в какой-то момент начал показывать, как ему классно, одному. А у меня начал скидывать интимные фотографии девушек, которые они скидывали ему. И каждый подписывал. А это же мне пресс. Я думаю, Серёб, я тоже. Я даже не знаю, что отвечать на такие фотографии. Ну, в смысле, мне один раз в жизни прислали. Я написал, ты красивая. И мне девушка ответила, скажи мне то, что я не знаю. Я думаю, что окружность земли? Ходи и сам, но тебе не удовольствие. Доступным девушкам доступное образование. Я тебя понял, что Ивангар. Ты? Меня постоянно спрашивают до сих пор, причём, типа, а ты нагулялся? Ну, я не знаю, может вообще сам про себя парень сказать, я нагулялся. Нам же это обычно говорит венеролог. Такой, нагулялся, блин? Ну, держи пизюн, повезь куда-нибудь. Не знаю, что я, как тебе, помочь. Это будто слишком скромный, что в принципе нагулялся. Ну, в смысле, мне это не душно. У нас же в обществе даже не принято, чтобы парень и девушка открыто обсуждали секс. Даже если у вас с девушкой уже всё идёт к сексу, вы же оба должны делать то, что никакому сексу дело не идёт. Особенно это помогает, когда оказывается, что никакому сексу дело и не шло. Когда ты едешь в такси один, ты такой, я так и хотел. Я для этого и помылся, да, я... А, презервативы так взял выгулять, просто... Теперь два ненужных гондона домой, я тут нормально у меня. Всё, я... И у некоторых такие амбициозные планы на то, что нужно сделать до того, как женишься. У меня друг, пока все свои сексуальные фантазии не исполню вообще никакого права. Не у первого фантазия с медсестой. Я не знаю, как можно скрыть медсестру в больнице. Парни, вспомните хоть раз в своей жизни, чтобы вы пришли в больницу по крутому поводу. Ну, мы же все там ничтожества. Такие, я кашля, хочу не кашлять. Ну, это чё такое-то... Даже если, даже если медсестра это просто ролевая игра у вас, девушка, не у всех получится. У меня же на полтора метра. Нет халатов на полтора метра. А это очень важно, это опасный момент. Потому что была понравилась медсестрой, а перед тобой повариха из детского сада. Зачем это надо? Мы... Ну, прям мы искать начали, какие-то костюмы на её раз нету. Нас одно спасло, то, что все детские костюмы на Новый год ей в детстве шила мама. Да, медсестры у меня нет, но без зачёта тракую регулярно. Вообще, я заметил, мы пока искали все эти по секс-шопам костюмы, я понял то, что зря говорят, что мы мужики какие-то извращенцы. Девушки, вообще-то секс-шоп на 80% для вас. Просто вы это всё называете очень мило. Игрушки. А это оружие. Мы там нашли вибратор, который делает 400 фрикций в минуту. Это зачем вообще? Это как какого-то парня задолбало от девушки во время секса слышать слово быстрее? Что он такой, я тебе, сука, сделаю быстрее. Я тебя смогу взбить. Понятно? Друзья, у меня на этом всё. Спасибо большое. Новый сериал ТНТ Вышел месяц из тумана. Выну ножик из кармана. Слышали? Что? Идут за нами. Новый сериал не для слабонервных. Игра на выживание. Только для зрителей старше 16-ти. С понедельника по четверг в 22.00 на ТНТ. Встречайте, ребята, родом из Санкт-Петербурга Валентин Сидоров! Конечно, давай. Добрый вечер! Так, ребята, можете меня поздравить? Я отписался от своей бывшей. Окончательно! Это раньше, когда я хотел её вернуть, была вот эта тема отписался-подписался. Отписался-подписался. Инстаграм-комфу вот это, знаете? У меня с алкоголем такие же отношения. Отказался-набухался. Так, что-то... Отказался-набухался. А, ничего себе! Я даже не знаю, что хуже, вот эта тема или когда ты пенис в Директ отправляешь? А в ответ тишина. Поэтому это очень грустно выглядит, когда твой пенис одинок в Директ не несет и у нас здесь просмотрено. А я бомбы его сдал уже, да? Ну, поехали дальше. Я даже не оскорбилась. Никакой рецензии. Поэтому я через два часа сам свой член лайкнул. Так, куда ехать-то? Мне нравится! У неё на следующий день ещё днюха была. Я уже не стал её поздравлять, потому что это, по-моему, ещё печальнее выглядит. Твой пенис, а снизу с днём рождения! И я заказ не взял. Я второй раз такие отношения уже не вывезу. Конечно, у меня бывшая суперэффектная барышня. И к ней всегда подкатывают, даже когда ты рядом. И непростые ребята подкатывают. А дядя, которым водила дверь, открывает, и ты по инерции делаешь... Я ещё не из тех, кто кайфует, когда на его девушку пялятся. Одно дело, когда вы с ней идёте, на неё посмотрели, оценили, тебе респектанули, ты такой, да. Другое дело, когда вот эти... Это мой батя. Потому что проблема в том, что на фоне харизматичного мужика любая простушка девушка расцветает. А вот на фоне эффектной сексуальной женщины любой простой мужик выглядит ещё, сука, проще. О, как шофёрую выглядеть! Чтоб простой мужик выглядел хоть чуточку выгоднее, на его фоне должна быть шуганная, которая в домофон орёт «Алё! Алё! Кирилл, это я! Алё! На её фоне выгодно будет выглядеть даже мужик, который... Добро! Алё! Добро! Алё! Добро, добро! Не дай бог, мне вообще хватило, когда бывшая начала выяснять со мной отношения, когда началась вот эта тема. Валя, мне не хватает, молодцы. Я такой, вставай, вставай. Валя, мне не хватает эмоций. Да я вижу. Ты нож убери. Конечно, тебе не хватает эмоций, потому что понятие эмоций у парней и девушек разное. Для девушки крутые эмоции – это на воздушном шаре над Парижем пролететь. Для парня крутые эмоции – это когда тебе в картошке три, одна деревенская, попалась. И ты такой... Иди ты чё искать, мать? Вот это днюха! Я не смогу точно. Я не люблю, когда женщина командует. Я вообще не могу. Я ничего не могу сделать. Я из детства, наверное. Я просто воспитывала бабушка. А мне бабушка не то, чтобы командовала мной, она мне всё запрещала. Поэтому у меня в 16 лет был вот этот знаменитый подростковый протест. Я проколол себе уши, вставил серьги и пошёл домой. И чем ближе я подходил к дому, тем громче моё внутреннее ссыкло кричало «Снимай!» Я когда бабушку на кухне увидел, я эти серьги чуть ли с ушами не вырвал. Просто как наркоту сбросил их под холодильник. Они до сих пор там лежат, по-моему. И думают, Валя, а как же наши планы? Ты и мы. Мелирование. Мы же планировали трахнуть Фиби из очарованных. Причём я оговорюсь, я ни в коем случае не желаю своей бывшей зла. Абсолютно. Просто хочу, чтобы у неё всё было среднее. Пусть у неё будет богатый, успешный муж. Главное, чтобы он каждые 10 секунд делал хор. Ну чё, малышка, поехали в Абу-Дабио. Ой, ну просто я так долго... Блин, я... Ой, очень долго хотел доказать своей бывшей, что я крутой. После расставания. У каждого парня такое было, когда после расставания ты в голове её так встречаешь. Как я свою бывшую в голове встречал бы. Я её не встречал, я её на БМВ сбивал. Она вот так вот летела в чан с говном, плюхалась туда, я выходил из БМВ с волосами. А в жизни вообще всё не так. Я её недавно встретил. Я вышел не из БМВ, я вышел из Дикси. А она из БМВ. Мы когда с ней встретились, я так растерялся. Она мне говорит, Бля... Бля... Да. Да. Кратай, с чешского мультфильма превратился. Я ещё боком он так начал отступать, потому что у меня на жопе была вот такая дыра. Я думал, сейчас увидит, я вообще в век не отмоюсь. Я такой стресс испытал, сука. Я только, чтобы вы понимали, я через два дня и написал, это был не я. У меня на этом всё. Спасибо большое. Удачи, любви, терпения. Пока. Балетин Сидоров, Санкт-Петербург, ребята. Валёк, он, кстати... Валёк, во-первых, любят, когда его называют. Во-вторых, он профессиональный театральный актёр. Представляете? То есть человек единственный на сцене, который вот обладает аксессием, который закончил, закончил. И это видели? Видели, как вот это... Это же видно. Да? Видно? Это помогает ему очень уверенно чувствовать себя на сцене, несмотря на то, что он уже лысый в 30 лет. Представляете? Это... Вот так-то. Ну и в целом, мне кажется, то, что про душу он рассказывал, это всё про прическу. Ну что ж. Ребята, и Денис Смирнов, и Валентин Сидоров, и Андрей Адлов, и Димур Джанкёсов, и даже я, ни больше, ни меньше, выросли все на этом человеке. Слава Комиссаренко! Блядь! Блядь! Ну, блядь, ну, конечно, нахуй! Ну, блядь, ну, конечно же, блядь! Ну, как же же начать, нахуй! Здравствуйте, ребята, добрый вечер! Всем привет! Спасибо большое Лёхе за такое объявление! Я даже подумал, что я этот чебурашка, знаете, видимо, на котором выросли. Лёха прекрасный ведущий, давайте ему поаплодируем, заряжает всех позитивом. Слушайте, а кто прибухивает сегодня? Есть такие люди? Поаплодируйте, кто прибухивал. Не так много людей, но это моя любимая аудитория, да? Да, это люди, которые ходят на стендап под девизом «Нам очень нравятся ваши шутки», но и перестраховались, да? Сейчас такое время. Надо быть во всём уверенным. Я совершенно не против, если люди выпивают перед выступлением, если они умеют держать себя в руках. К сожалению, так бывает не всегда. Я как-то выступал в зале, тоже в концертном зале, и на таком мероприятии один мужик набухался в усмерть. Как? Спросите вы, а я вам расскажу. Это был непростой мужичок. Это был мужичок с литровой Кока-Колой. Знаете таких мужичков, таких изобретателей, которые половину Колы вылил, коньячок залил, сидит такой «Людо, я с тобой на любое мероприятие». Знаете, я особенно люблю, когда вот такого мужика Кока-Кола зеро, я такой «Ммм, за фигурой следишь, да? За слюной на подбородке не следишь, а за фигурой лочень». Короче, такой мужик на концерте очень сильно набухался, я не знаю почему, он начал кричать, и кричал он не слова, а кричал просто звуки, понимаете? Он просто сделал так. Просто чужой под боярышником, и... И он это все выкрикивал, и... О, благодарю, вы так добры ко мне. И он это все выкрикивал, и самое, конечно, забавное было, что терпение лопнуло не у меня, а у его жены, потому что в какой-то момент она стала делать вот так, вот это было его лицо, она стала делать вот так. Она просто забила его в стол, и это были лучшие аплодисменты в моей жизни, я такая... Ну, с алкоголем, конечно, надо быть осторожным, да, потому что бывают провалы в памяти, если перебраться с алкоголем, поаплодируйте, у кого такое было. Да, какие веселые аплодисменты. В Москве это проблемой не считается, да? Ну, не помню, не помню, о чем у меня жизнь такая веселая, чтобы прям всю ее запоминать, да? Окей, я понял, я... Я заметил, что есть несколько категорий людей, у которых провалы в памяти, наверное, первая категория, это которые ничего не помнят, ты им рассказываешь, они такие, господи, как стыдно, как стыдно, и на этих же выходных, да? И следующая категория людей, это те люди, которые просто с тем, с кем они бухали, они планируют больше не пересекаться, знаете? Они такие, а зачем нам вообще теперь дружить? Я не хочу. Ты такому человеку говоришь, ты вчера, и он такой, Хватит жить прошлым! Надо двигаться дальше, ребят! Я не строю себя святоши, у меня тоже были провалы в памяти, я вам расскажу про свой самый страшный провал в памяти, такой, после которого ты думаешь, зачем так жить? Смотрите, я был в ночном клубе, я пил такой коктейль, текила бум, знаете, да? Текила спрайт бум, вот такой коктейль. Я его пил очень много и очень часто. Так часто, что в какой-то момент, я говорю бармену, и он такой, кончился спрайт. Я говорю, и что? Ну, что я пьяный, тот еще человечек. И он смотрит на меня, понимает, что я не уйду, и он такой, ну, я могу сделать тебе текилу бум на шампанском. И я такой, а что ты мне сразу не сказал? Что здесь делают текилу бум на шампанском? Народ, никогда, никогда это не пейте, ни за что. Это мрак. Я не знаю, в каком состоянии я шел домой, или я полз, там пацаны спайс курили, так они мне замечание сделали. Они такие, ну совсем-то мразью же быть нельзя. Какая-то совесть должна быть вообще. Все, Валера, не смотри на него, снимай рубашку, ложись обратно в лужу. Они в шоке были. И в итоге я пришел домой, я, это произошло в Гринске, я жил на восьмом этаже, у меня не работал лифт. Я захожу в подъезд, и тут происходит самая страшная вещь в моей жизни. Я захожу в подъезд, смотрю на часы, 3.17, поднимаюсь пешком на восьмой этаж, смотрю на часы, 4.21. И я такой, где я был, блин? Мне стало так страшно, я разбудил отца, все ему рассказал, отец такой, сын, так пить нельзя, он мне сказал. А про то, что этой ночью время переводили, он мне, блядь, ничего не сказал, понимаете? От родного отца такой, а потом два месяца не пил, ну, отец пил. Самая ужасная для меня вещь, это все-таки не провалы в памяти, а вот этот момент, когда ты пьяный, ну, ты здесь все соображаешь, да, а твой речевой аппарат просто домой уехал, знаете? Когда он просто такой, дальше сам. Спасибо, спасибо большое. Ну, здесь идеально, здесь сырно. Короче, я как-то был в ночном клубе, мы с друзьями очень сильно выпили, я потерял номерок, прихожу в гардероб, начинаю показывать на свою куртку, со стороны выглядят ну, как будто какому-то пьяному, чуваку просто понравилась чья-то куртка, знаете? Э, хотеть куртка, ааа, ааа, плотать куртка, просто, и гардеробщика, абсолютно резонно, спрашивает меня, что было в карманах, а я говорю, карман, ну, карман, и гаю, я больше всего ненавижу эту пьяную, поганую коду, как ты как вонючий осёбцок, просто невозможно уважать такого человека вообще, ты только на себя какой-то важный вид напустил, такой, типа, а на каком основании, он такой, пошёл нахрен отсюда, какое основание, придурок. кто тебя пустил ещё, какая куртка, ты ещё под кустом живёшь, блин. Я не люблю напиваться, я не люблю напиваться, я люблю приходить домой пьяненьким, знаете, такое состояние, как ты приходишь домой, ещё перед сном, пытаешься что-то посмотреть, знаете, как ты включаешь в YouTube, такой, о, блин, документалка. как устроена волчья стая, блин, ну надо смотреть, надо смотреть, я в каком-то смысле сам волк, так что, не, парни пьяные любят перед сном что-то посмотреть, да, самые амбициозные включают порно, через пару минут такой, кого я обманываю, где там фильм про волчью стаю, передёрну на него, в общем, я знаете, что понял, я понял, что я пьяный, очень люблю смотреть мотивационное видео, я трезвый, вот презираю, а пьяного мне так нравится, они такие, ты сможешь, я такой, да, завтра в 6 утра начинаю бегать, это как раз через 15 минут, всё, народ, спасибо, с вами было очень хорошо, до новых встреч, пока. Ну что, спасибо всем, это был Стендап на телеканале ТНТ, всем пока, до встречи через неделю, меня зовут Алексей Щербаков, пока! я всё, всё прошёл, дайте мне моё золото. Тимур, во-первых, ты не должен был ничего проходить, потому что ты летающий. Ну, во-вторых, это было только первые испытания, а впереди у нас их, вон сколько, амиго! Добро пожаловать в самый безумный пакет завлечений, золото Геленджика! Золото Геленджика, 13 сентября, в 7 вечера на ДНТ. Ирина. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, отлично, двойки, постреляемся. Ой, что нажал? Что я нажал? Блин, что про Беларусь будет рассказывать. Так. О! 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 Клиент. Иди сюда, клиент. Ой. Ушел клиент. Ой, надо было выйти вкину с бомбой. Так. Перезарядиться можно? Можно. Спецплавы, нахрен спецплавы. Ой, бля. Так. Куда мне, собственно, идти? Упс. 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 блять что-то он не умирает то блин них и нас я с него выросла так что-то что-то мне то не нравится где собственно говоря что мне тут надо сделать собрать все четыре контейнера секс крафт с экстракт трактами всякое говно тут надо собирать заебись блять ни хрена не собрал херально собираю за 2 да откуда вы все беретесь на хрен вас так много здесь так там экстракт а сколько их надо-то ой блин чё ж так много-то так Продолжение следует... 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 Это какой-то большой на самом деле Да, ёпта И мимо Куда-то там идёт Да, уж набрал Набрал приключений Ни хрена больше А, бомба есть Давай-ка я им бомбочку зашвырну Не достанет, наверное Ой, бля Побежал, побежал, побежал Побежал, побежал Блядь, сука Я ненавижу эту игру, блядь Ой, блядь Ну пиздец, нахуй Сдохни, нахуй ещё сейчас, блядь Всё, всрал, последнее подобрал, блядь Надо, сука, блядь, споткнуться, нахуй Чё за пиздец, блядь Как так можно, блядь? Энергия садится, блядь Чё за говно, блядь Побежал, 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 блядь Побежал, блядь Побежал, блядь Побежал, блядь Продолжение следует... 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 старинная картина тоже возьмем нужно легкие бежим о нормально так вот чу это такое прикол какой-то ну тут что по хк нет странно я же там все время брал про запас это можно было на плечо одеть у меня где-то броня где-то так то вообще да выкинуть тоже 2 выкинуть внешне кислородная маска тоже выкинуть якорные крюки вот ну езж по хк на инструменты да сейчас зарядимся вот вот а так тут херальной сети нет все ладно вопросов нет ну ах блин них и на них и на сети тяжело сэм ну ты блин вообще прям герой стой что-то так энергии нет ни хрена давай пейсу энергетик фух бейбик бейбик надо зайти какое-нибудь личное помещение фух добрались отлично что это будет изнята вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Ну, подключи меня тогда. Интересно, что по просмотру у меня тут? Пошелили в гору просмотры за этот день. Не, 668. Не, но завтра будет статистика обновиться. Мне кажется, просто за сегодня, 5 сентября. Его сегодня смотрели, 9 человек, 2 часа аж. Думаю, нормальный прирост будет затяний. Гранатомет. 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 Разворачиваю автономного бота курица. Так, что за снаряжение, гранатомёт? Или что-нибудь от тварей, пару пистолетов от тварей. Что за гематическая граната, что он делает? А, типа, на это самое. Что за гематическая граната? Транспорт можно тут сделать. Да, хрен там. Так что, какие планы? Всё тупо куда-то. Так, сюда надо возвращаться. К этому картману. Ой, блин, это будет непросто. Как я его отметил? Б. 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 Это туда. О, блин, это будет... О, какие-то лесенки. Может и правда лесенок набрать? И полезь наверх. Заодно и мне лайков понаставят. Да, не хватает моей лесенки. Может у меня есть лесенка? Да, мне надо в аккумулятор зайдить. Сканируем. Я его, пожалуй, здесь поставлю. Сканируем. Сканируем. Провожу идентификацию. Вот наружу. Оно будет изъять. Всё число. Добро пожаловать. Зам. Выживальщик не разрешит тебе ничего строить на своей земле. Выйди за кольцо. Это граница его собственности. Пойду пока лесенки возьму. Лестенки это прикольная тема оказывается в этой ситуации. До этого мы тупо спускались, а теперь, по-моему, у меня были какие-то лестницы. Якорные крюки можно снять. Перчатки снять. Всё чисто. Добро пожаловать, Сэппортер Бридис. Спасибо. Строительство завершено. Хотя пусть будут крики. Может, в общем, хранилище будут кибать с лестницы. О, утерянные грузы есть, лестница есть, ботинки не надо. Покет скрою, пусть будет. Так, ещё пару лестниц возьму. Лестницы, лестницы. Так, одну перчатку можно переработать. Что у него капюшон, то открывается, то снимается. Так, где-то я здесь зарядку ставил. А, вон она уже. Так, на какую букву идти, блядь? Память вообще капец. Тут твари или что-то. На Б надо идти. Что он пить не хочет? Он что, пасать хочет? Нет, пасать нельзя. Так, ещё раз пробуем. Твари! Твари! Продолжение следует... Так, а тут лестницу можно поставить? Так, где мои лестницы, блядь? Сука, заебала, блядь. Охуйня, сука. Положил инструменты нам. Эти крюки из жопы достань, блядь. Я не понимаю, где лестница? А, вот. Вот так можно двигать. Всё, понял. На колёсиках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, нам как-то туда надо идти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, проход есть здесь. Да, пошли тут под конец одни горы, короче. Сугробы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже забраться невозможно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, бэшка там. Ну, вот, тут, короче, аккуратненько. Я говорю, аккуратненько, блядь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вау, классно показал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я здесь поставлю знак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА